В понедельник на совещании у главы Чуваши обсудили динамику потребительских цен. Еще один вопрос. Не грозит ли Чуваши дефицит продуктов в условиях продовольственного эмбарго и отказа от турецкой продукции? Если брать 2015 год, то потребительские цены в Чуваши росли медленнее. Их уровень был на 1,4% меньше, чем в целом по России. По Приволжскому федеральному округу республика на восьмом месте. Но все же импортные продукты намного дороже отечественных. В текущем году у нас наблюдается относительно стабильная ситуация. И характеризуется отсутствие дефицита продовольственных товаров. Причем в том числе и по которым ввели эмбарго, и по турецким продуктам. Отмечено снижение цен в январе на говядину, свинину, рыбу, тоже мороженое, которое раньше превалировало немножко. Соль, хлеб, крупу, рис и гречневую крупу, помидоры свежие. Стабильные у нас цены остаются на уровне. Это пока на молоко, сметану, пшеничную, лук, репчатый, морковь, ряд других продуктов. Нынешний год покажет, насколько наши сельхозтоваропроизводители готовы заполнить полки магазинов своими продуктами питания. Процесс импортозамещения непростой. Тут важен анализ продовольственного рынка, соединение возможностей и потребностей. Нельзя забывать о ценах. Они должны быть доступными для населения. Подчеркнул глава республики Михаил Игнатьев.